ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это что важно знать? Это что купить, когда купить, когда продать и сколько мы с вами на этом заработаем. У меня компания разрабатывает информацию, зарабатывает на ней, со стороны бизнеса ее выбрасывать неликвидно. Поэтому к нам приходят клиенты, либо по рекламе, либо по рекомендации, и уже работают вместе с нами на этой информации, только мы зарабатываем 10% от вашего чистого дохода. Допустим, за месяц вы заработали там 50 тысяч рублей, поставили на обналичивание 45 тысяч рублей ваше, 5 тысяч рублей это идет на счет компании. Как вы считаете, это справедливо? Пока не знаю. А вы сами чем занимаетесь, с кем трудитесь? Ну, тружусь. Вы официально трудоустроены? Это важно понимать. Какое-то неизвестное. Потому что компания платит налоги за наших клиентов, и мне важно понимать природу ваших клиентов. А вы самостоятельно оплачиваете налоги? То есть не мне, вы являетесь налоговым агентом Российской Федерации? Нет, у нас в компании есть отдел, который занимается налогами. Я как аккаунт-менеджер помогаю активировать вам торговый счет и помочь приступить к работе с программой и к заработку в целом. Я поняла вас. Так, а вы не ответили на вопрос. Вы отечественная тогда получается компания? Нет, мы не отечественная компания. Мы компания, которая предоставляет информацию. Большой инвестиционный дом. То есть вы не брокер? Нет, не брокер. А как вы тогда платите налоги? Смотрите, вы послушайте меня. Брокер не имеет права предоставлять информацию, на которую будут зарабатывать клиенты. Правильно? Не знаю. Ну вот, вы знаете, что такое торговля? Инсайдерской информации. Вот брокеры не имеют права. Брокеры что делают? Они получают комиссию от открытия, закрытия и перенос сделки. А вы предоставляете инсайдерскую информацию, да? Не инсайдерскую. Мы на законном основании инвестиционная компания имеет право предоставлять информацию своим клиентам. Ну и брокеры тоже предоставляют информацию. Если вы не знали. Ну а почему? И брокеры предоставляют и о событиях, и календарь событий печатают. Брокеры не имеют права предоставлять информацию. Где это написано? Должно. Они могут только предположительно что-то знать. Но то есть информацию они не могут предоставить? Какую точную? По датам могут предоставить, когда будет заседание какое-нибудь, когда какое-нибудь корпоративное событие. Почему они могут? Они могут и делают все успешно. Смотрите, как вы работаете? Вам нужно что знать? Когда какой актив будет идти вверх, когда какой актив будет падать в цене, правильно? Брокеры не дают такой информации. Так никто не даст такой информации, откуда кто знает, когда будет какой актив. У нас в компании аналитический отдел работает 24 часа в сутки, 3 смены. Поэтому разрабатывают информацию, отбирают и выдают сделки. Они могут той или иной доли информации предполагать, а значит они наверняка не могут. Слушайте, но из 10 сделок 7-8 порядка идут успешно. 2-3, конечно, не бывают убыточными. Это рынок, это биржевая торговля. Вы сами прекрасно понимаете. Но и давайте так. Если мы в 8 шагах делаем вперед, 2 шага назад, куда мы сами двигаемся? Вперед, верно? Не обязательно. Если вы на 3 сделках из 10 теряете 70%, а на остальных 7 зарабатываете 10%, то, естественно, мы делаем так. А для чего вам отдел риск менеджмента? Понятия не имею, откуда я знаю, что у вас есть такой отдел и чем он занимается. А он для чего, мне, я тоже не знаю. Однозначно. Вы будете работать только с программой, и все. Вам это знать не нужно. И мне интересно, чтобы вы зарабатывали, чтобы я получил комиссию в размере 10%. Понятно. Поэтому я могу помочь вам активировать торговый счет на минимальную сумму. Поработаете первый месяц, обналичите прибыль, посмотрите, как это работает, а потом для себя уже будете принимать решение о каком направлении развиваться. Ну, прошу. Только вы мне сориентируйте. Вы официально или неофициально трудоустроены? Я не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Вы так мне не ответили на него. Мне важно понимать. Вы официально или неофициально трудоустроены? А мне важно понимать, для чего вам нужна эта информация сейчас. Казательно природы подтверждения ваших средств. То есть вы чем занимаетесь сами? А для чего нужна природа подтверждения моих средств? Алло, алло, алло. Да, да, я вас слышу.